Я не уполномочен говорить позицию всего полиции этой партии, но знаете удивительный случай, что я со своим коллегой депутатом Скориком согласен в том, что действительно города наши, которые сегодня благодаря бюджетной и налоговой децентрализации, которая произошла, сегодня получают огромные дополнительные средства. Например, город Одесса получает в прошлом году больше миллиарда гривен дополнительных доходов, в этом году будут получать сотни миллионов дополнительных доходов. И безусловно, сегодня государство делает то, что может, есть программа субсидий, государственная программа, она будет работать по всей стране, но в тех городах конкретных, в которых есть возможность помочь своим жителям, горожанам, я думаю, они должны вводить отдельные социальные программы от города, по которым они будут действительно помогать людям. Потому что, знаете, нельзя же сказать, что это проблема вот только чья? Чья? Верховной Рады, центральных эфиров, центрального правительства? Нет. Это проблема всех. И местная власть, она такая же власть. И городская власть, и городские власти, в том числе Одессы, должны заниматься этой проблематикой, а не просто показывать пальцем и говорить, вот смотрите, там в одном плохо. Если это решение правильное, почему тогда коалиция не внесла законопроект о введении этого моратория на уровне всей страны? А это будет неверно, потому что у нас местное самоуправление... Почему неверно? Почему в Киеве это неверно, но верно приехать в Житомир и агитировать из-под Шкагурска? А я отвечу вам. Местное самоуправление у нас независимо, и мы не можем вмешиваться и говорить местному самоуправлению, что ему делать. Местное самоуправление, мы не можем ему сказать, потратить свои деньги на эту дорогу или на это, или на то. Хорошо, Борислав, тогда что сделали вы? Не вмешались? Дайте я закончу. Тогда это будет не местное самоуправление, а вертикаль исполнительной власти. Продолжение следует...